Уже два с половиной месяца футболисты Сарова живут без полноценных тренировок. Тренерский штаб разработал для игроков план дистанционных занятий для потяжания общей физической формы. Групповые тренировки по-прежнему запрещены, пока нет никакой ясности, когда футболисты смогут выйти на поле. Мы с футболистами поддерживаем плотную связь, мы их контролируем, разговариваем с ними. Поэтому, если в любой момент скажут начинать, мы будем собираться, тренироваться и готовиться, и начинать турнир. Тяжело, но я думаю, что поправится в скором времени вся эта ситуация, и они вернутся и будут заниматься. Решением исполкома РФС до 31 июля включительно запрещено проведение всех спортивных соревнований по футболу, за исключением премьер-лиги. Она возобновляет турнир со следующей недели. Как будут проходить чемпионаты с 1 августа, тоже пока не до конца понятно. Ну вот, допустим, премьер-лига, которая начинается в следующей неделе, да, там говорят о том, что болельщиков будет ограничено количество, порядка 10% вместимости стадиона. По нашим турнирам пока вообще никакого прояснения никаких не давали. И, возможно, начнется турнир с отсутствием болельщиков на стадионе. Также, возможно, турнир будет короткий в один круг. Если играть каждый выходной, получится примерно 12-14 игр. Не исключено, что часть команд откажется от участия в таком усеченном состязании. Вынужденный простой может сказаться и на положение лидера в турнирной таблице и уровне чемпионата области. Если в состав Сарова входят игроки-любители, которые занимаются футболом в свободное от основной работы или учебы время, то есть в регионе и команды с профессиональными спортсменами, которые получают зарплаты в клубах. Руководители клубов, которые имеют футболистов на, скажем так, полном пенсионе, боятся, что они прекратят футбольную карьеру, уйдут в другие сферы деятельности и, скажем так, уровень чемпионата просядет. Вряд ли что-то пока поменяется, если в этом году мы начнем чемпионат. Если чемпионата не будет, то ситуация будет совсем другая, конечно. То есть если она продлится до конца года или чемпионат будет только следующий в 2021 году, то это, возможно, поменяет расстановку сил. Пока же игрокам, тренерам и руководству футбольного клуба «Саров» остается только ждать новых послаблений и решений областного правительства. Полное интервью с Вячеславом Феоктистовым смотрите в новом выпуске программы «Дополнительное время» с 19 июня. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!